В эфире телеканал РБК Андрей Левченко. Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ, посвященных бизнес-образованию в России. Мы подробно отвечаем на основные вопросы для желающих стать высококлассными специалистами по бизнес-управлению, сделать карьеру, повысить уровень своих доходов. Эксперты в программе дают объективную оценку качества обучения в российских бизнес-школах. Сегодня сконцентрируемся на важнейшем этапе. Разберемся, в чем особенности программ обучения в бизнес-школах. Ну а в студии, в студию гуру бизнес-образования, основатели этого направления Олег Виханский, декан Высшей школы бизнеса МГУ имени Ломоносова, и Сергей Мясоедов, президент Российской ассоциации бизнес-образования, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС при президенте Российской Федерации. Олег, Сергей, приветствую вас в студии. В нашей удаленной студии в отеле Кимпинский Мойка-22 в Санкт-Петербурге находится Ольга Верховская, доцент кафедры стратегического международного менеджмента Института Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Всех представил. Ну а теперь, собственно, к программе, к нашей теме. Сергей, вот все равно задам вопрос, который меня интересует. Наверняка уже ответ на него получен, но тем не менее. А прекратились уже дискуссии на тему, необходимо ли в стране бизнес-образование, есть ли университеты, может быть, этим и ограничиться? Вы знаете, дискуссии в нашей стране никогда не прекращаются, и у нас все время идут икивоки в сторону государства. Надо, чтобы государство решило, по бизнес-образованию не надо. Бизнес-образование идет от потребностей бизнеса. В стране больше 10 миллионов слушателей программ, ой, 10 миллионов, извините, 10 тысяч слушателей программ МБИ, оговорился кратно, они разбросаны по ведущим бизнес-школам. 10 тысяч бизнесменов голосуют своими деньгами и временем. Это доказательство. И пусть бизнес сам решит, нужно бизнес-образование или нет. Если он приходит в бизнес-школу, значит, нужно. Ну, то есть, сегодня бизнес голосует за бизнес-образование. Получается так, Олег? Да, вне всякого сомнения. Ну, а вы ведь стояли у основания бизнес-школы, да, создания российских бизнес-школ. Что изменилось за эти годы? Изменились ли системы образования, слушатели, педагоги? Вот самое главное, что произошло? Знаете, я могу сказать коротко, все изменилось. Все. Но самое главное, что изменился студент. У нас в школе бизнеса, ну, видимо, это такая наша глубокая традиция, категорически запрещено использовать слово «слушатель», потому что он учится, он должен быть студентом и отвечать за свои действия, как отвечает студент. Если он не выполняет что-то, начали, а на этом я заканчиваю. Так вот, я что хочу говорить? Изменились все. Полностью поменялись слушатели. Сейчас совершенно другой контингент. Если в начале 90-х можно было просто начать что-то рассказывать, то есть, грубо говоря, люди шли за знаниями элементарными. Сейчас знания не имеют никакого смысла. Потому что если что-то хочешь узнать, читай полно этой информации. Да, тогда зачем идут люди? Вот в этом вопрос, да. Да, в этом вопрос, потому что большинство считают, когда их спрашивают, зачем вы пришли получить знания, на самом деле идут для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Ну, вот смотрите, в одной из программ мы очень подробно обсуждали, в общем-то, как поступить, как выбирают слушатели абитуриентов. Сегодня вот действительно хотелось бы сконцентрироваться на программах обучения. Ну, вот если попытаться обозначить основные программы в бизнес-школах, программы обучения, для кого и в чем их суть? И что такое, в принципе, идеальная программа бизнес-школы? Программы бизнес-школы, они как слоеный пирог. Каждая из них должна быть предназначена для своей целевой группы. В этом мое глубокое убеждение. Как только мы их сводим вместе, мы начинаем терять фокус и перспективу. Классическая программа MBA, на которой стоят обычно бизнес-школы, предназначена для среднего менеджмента. Для того менеджмента, который выходит на уровень руководителя функционального отдела, зав. отдела маркетинга, финансов, HR и так далее. И думает в перспективе о будущем. Executive MBA для тех, кто на первых позициях. Если вы совсем-совсем наверху больших компаний, вам нужно просветление мозгов. Для вас идут так называемые программы Executive Free Training. Короткие программы, где вас натаскивают на лидерство, показывают вам новую перспективу. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Под каждый слой бизнеса существует своя программа. Да, понятно. А тогда как разобраться в этом многообразии? Предлагаю послушать мнение Ольги Верховской, доцент кафедры стратегического международного менеджмента Института высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Ольга. Да. Добрый день. Вы по поводу программ. Что думаете, насколько сложно выбрать и насколько важно выбрать потенциальному слушателю, абитуриенту нужную для него программу? И как это сделать? Ваши практические рекомендации. Я думаю, что на самом деле задача не такая сложная, потому что на каждом этапе развития человек понимает, с чем он сталкивается. Вот действительно программа MBA классическая, она связана с тем, что у человека не хватает знаний, и он идет их пополнять. Те программы, которые более высокого уровня, как была уже отмечена программа экзекариф MBA, они, конечно, уже связаны с личностным ростом. Человек действительно приходит туда за другими вещами. Это очень важно систематизировать то, что есть. Это очень важно понять, как те идеи, которые существуют в голове, проецируются на окружающую действительность, насколько возможно найти какие-то связи, быть интересным вовне. Поэтому здесь действительно люди с большим опытом и более высоких позиций. Они не рассматривают программы MBA. Ну и на самом деле я уцепила за фразу «программы всякие нужны нам». Я думаю, что надо говорить о том, что нужны хорошие программы. И сейчас очень много обсуждается тема, связанная с тем, что идет падение спроса на программы MBA. Я думаю, что это совершенно нормальная история. Будет падение спроса, но при этом, наверное, будут оставаться те программы, которые качественные и востребованные. И вот что такое хорошая программа MBA понимания? А давайте разбираться, что такое хорошая программа бизнес-обучения. А вот хотелось бы комментарий, а что вы наблюдаете? Падение спроса на бизнес-обучение? Да, это заметное падение спроса. И это, я думаю, результат того изменения, которое происходит в бизнес-образовании. Но это связано с чем? С санкциями или о чем речь? Нет, здесь санкции не играют большой роли, хотя тоже играют. Дело в том, что просто изменился опять же контингент абитуриентов или желающих учиться на этих программах. Просто за это время, я буду говорить с позиции ведущих школ бизнеса, просто мы не конкурируем даже между собой, мы конкурируем с законом. Лукавите? Да, мы конкурируем. И лукавите? Нет, не лукавите. Совершенно. Потому что большинство из тех, кто выбирает хорошую программу, они уже определились, куда пойти. А как определить? Вот как определить менеджеру среднего звена, топ-менеджеру? Что такое хорошая программа? Если ты зайдешь на сайт бизнес-школы, ты услышишь, увидишь приблизительно одинаковые слова. Ну, личности, руководители немаловажно. Но вот что? Как? Как в основном, так сказать, абитуриенты просто. Человек, по книгам которого учатся в этих школах, кстати говоря. Да, они обращаются к тем, кто закончил, кто проучился. То есть они опрашивают, они по сайтам лазают, конечно. Они опрашивают выпускников, опрашивают тех, кто... Потому что образование – это тот продукт, который попробовать до того, как ты его купил, невозможно. Ты его начинаешь потреблять после того, как ты заплатил деньги. И вот здесь вынуждены верить тем, кто его уже потребил. И поэтому сейчас не очень, так сказать, реагируют на рекламу. Те, кто реагируют на рекламу и на массовые какие-то мероприятия, которые проводят школы бизнеса, они чаще всего ошибаются как раз. Согласен, Сергей, с такой рекомендацией? Абсолютно согласен. И дам еще несколько рекомендаций. Первое – надо позвонить в отдел маркетинга бизнес-школы. Если школа не умеет себя продать, то, чему она вас на рынке научит. Второе – нужно прийти на день открытых дверей и посмотреть на преподавателей и сидящих в зале. Вы хотите с этими людьми учиться? Вы хотите, чтобы эти преподаватели вас учили? И третье – в любой школе, у Олега Самуевыча, в школе в Санкт-Петербурге, в моей школе, в любой крупной школе. Обязательно, когда вы приходите в коридоре и иконостас выпускников за многие годы, пройти и найти 5-6 лиц ваших знакомых. Им позвонить и у них получить информацию о том, вот о чем говорил Олег Самуевыч, что происходит внутри. Это самое надежное. Все, понятно, убедили, объяснили. А теперь, собственно, о программе. Как она строится? Вот вы говорили, педагоги. Кто эти педагоги? Иностранные, российские? Манера обучения? Надо присутствовать? Дистанционно? Давайте вот это все рассмотрим. Программа, именно структура программы. Как это все происходит? Я, наверное, начну, Олег Самуевыч, закончу. Да, и Ольга нам еще поможет. Когда человек приходит на программу МБИ, человек, осознавая или не осознавая, ищет три вещи. Он ищет знания, причем не всегда в первую очередь. Он ищет опыт, обмен опытом на занятиях. Он ищет связи, потому что с людьми из этой группы он пойдет по жизни. И он ищет бренд. Хороший бренд университетский или школы бизнеса, который открывает двери. И школа должна помочь человеку удовлетворить все четыре свои потребности. Акцент, с моей точки зрения, в бизнес-школе на преподавателей, которые умеют организовать в аудитории обмен опытом, на интерактивные занятия. Да, я, кстати говоря, слышал такое мнение, преподавателя в процессе обучения должно быть мало, чуть ли не 10%. Вот что говорит теория и практика? Да, исключительно согласен с этой нормой. Дело в том, что на самом деле, самым важным капиталом, которым сейчас обладает человек, это не финансовый, это социальный капитал. То есть те связи, те контакты, которые у него есть. Потому что через них он получает возможности в развитии. Вы знаете, что происходит? У нас примерно процентов 30 на MBA, значит, они друг к другу уходят на работу. Они создают вместе бизнес. А вот, допустим, на Executive там еще больший процент, когда они переходят из своей компании. То есть они еще раз, когда они идут на программу MBA, особенно на Executive. А чем вы добиваетесь таких результатов, Олег? Они не идут на знания. Чем вы добиваетесь, да, благодаря чему? Самое важное при отборе школы. Есть социальные сети, знакомые. Нет, самое важное при отборе школы, это отбор, жесткий отбор правильных студентов на будущее. И они смотрят там, где в школах есть отбор, где принимают по жестким собеседованиям. У нас резюме всякие ремнии. Но я вот уже спрашивал, еще раз спрошу. Еще раз, они идут чаще всего. А вы деньги не потеряете? Теряем. Вы готовы отказать человеку, который вам готов заплатить? У нас бывают даже случаи, когда, например, допустим, мы берем существенно ниже, ниже, чем, так сказать, у нас запланировано. У нас группа 30 человек. А мы можем взять 20 человек, хотя 80-90 заявлений. Только потому, что мы отбираем очень качественно. Поэтому мы существуем на рынке, и поэтому программа достаточно дорогая. Да, давайте послушаем мнение Ольги. Ольга Верховская находится в Санкт-Петербурге, в нашей удаленной студии, в отеле Кемпинский «Мойка-22». Ольга, а вы вот расскажите о структуре программы обучения. С вашей точки зрения, в чем должно быть это зерно? В чем должна быть особенность такой идеальной программы обучения? Ну, у нас есть несколько составляющих, на которых мы базируем наше обучение. Речь идет о программе уровня Executive MBA, которую мы реализуем. Первое, все-таки, и об этом говорили гости в студии, что приходят за знаниями, потому что какой-то пробел вырисовывается. Поэтому очень важно, что есть некий блок функциональных знаний, и здесь действительно очень важно, кто эти знания доносит. Поэтому, наверное, мы в некотором преимуществе связаны с тем, что мы находимся в стенах классического университета, и, соответственно, у нас есть свои преподаватели, которые ведут научные исследования, и которые готовы поделиться тем, какие есть современные тенденции в развитии того или иного направления, даже если это классический финансовый менеджмент или стратегический менеджмент. Это первый момент. Второй момент – это те курсы, которые связаны с возможностью личностного роста. То есть это коммуникативные навыки, это различные тренинги, это попытка решить свои проблемы, с которыми ты приходишь на программу, и ты пытаешься расти во время обучения на программе. Кроме этого, естественно, что есть такие важные составляющие, как связанные с консалтинговой деятельностью. То есть это различные индивидуальные групповые проекты, которые студенты, слушатели выполняют в процессе обучения на программе, и которые свидетельствуют, дают им возможность понять, насколько те знания, которые они получают, и которые они уже умеют, насколько их навыки, умения действительно совершенствуются в процессе обучения. Здесь действительно очень важно обогащение, связанное с общением друг с другом. Очень часто это действительно совместные проекты, очень часто находят новое интересное место работы в процессе обучения, и иногда начинают в одной компании и заканчивают в другой, которая представлена на этой программе, была слушателями. Но еще, наверное, такой важный момент, если мы говорим о составляющих, это вопрос интернационализации, потому что мы здесь уже было отмечено, что мы действительно конкурируем не только друг с другом, но и мы конкурируем с лучшими школами бизнеса в рубеже. И приходят к нам действительно и смотрят на структуру программы, рассматривая аспекты, насколько можно быть конкурентоспособным в глобальной среде. Это касается не только российских. Понятно, спасибо. Да, Ольга, это очень важное дополнение. С нами на связи была из Санкт-Петербурга Ольга Верховская. А вот еще одно направление, которое мы скользь упомянули, но мне кажется, оно очень интересно. Предлагаю послушать мнение Натальи Никифоровой, старшего вице-президента, руководителя департамента по работе с персоналом Банка ВТБ. Это очень интересное мнение о дистанционном образовании. Если вы спросите российского менеджера по персоналу, он вам скажет, нет, дистанционное образование не в силах заменить традиционное. Если вы спросите менеджера по персоналу из Европы, скажем, из Великобритании, вы услышите абсолютно обратный ответ. Они скажут, да, безусловно, дистанционное образование, оно уже практически заменило традиционное. Поэтому я думаю, на самом деле, правда, где-то посередине. Я считаю, что дистанционное образование традиционное в полной мере заменить не может, особенно если мы говорим об образовании в степени магистра, бакалавра. Но, безусловно, оно постепенно вытесняет и постепенно очень серьезно помогает специалистам, когда они хотят получить какую-то профессиональную сертификацию, когда они хотят расширить свои знания. И, безусловно, оно является очень важным таким техническим элементом в традиционном образовании, в том же Executive MBA. Ну, ваше мнение? В идеале, для кого мы работаем и что мы хотим достичь? Если нам нужна переподготовка технических работников для компании, можно это сделать дистанционно от начала до конца. И это прогрессивно, и это удобно, и не надо ездить, и экономия на издержках, как ваши преподаватели. Чем выше мы поднимаемся по уровню подготовки, перешагивая через средний менеджмент к высшему, тем ограниченнее возможности дистанционного образования. Это так, как телевидение и театр. Это разные жанры. Их можно смешивать, но они не заменяют... То есть топ-менеджеры крупной компании не должны обучаться? Топ-менеджеры крупных компаний могут обучаться с элементами дистанционного образования, но для них всегда останутся занятия в классе. Потому что стратегию нельзя выработать по дистанту. Олег, что вы думаете? Я с Сергеем полностью согласен. Вообще у меня относительно скептический взгляд, когда мы говорим о MBA, или особенно экзекция в MBA, и привязываем дистанционное образование. Конечно, элементы дистанционного образования сейчас невозможны. Пересылка материалов, они проекты делают вместе, они в разных городах у нас. И так далее. Они общаются. Это все... Вы не исключаете это? Нет, конечно, не исключаем. Но самое главное, что все-таки основная задача, которая неосознанная, которую мы должны им помочь решить, они хотят изменить свое поведение. А изменить поведение можно, если ты поменяешь свое видение. Ты не можешь только через знание. И поэтому... Сейчас очень много говорят про эмоциональный интеллект как основу успеха, а не про рациональное мышление. И невозможно человека поменять через дистанционные формы общения. Они должны общаться, они должны проваливаться, потому что через провалы люди учатся. Как он может, так сказать, эмоциональный провал должен быть, когда они в группе, когда другие его прессуют. Понимаете, когда их проект, им казалось, это лучший проект, да, они же конкурируют всегда между собой в несколько групп. И вдруг оказывается, что их проект оказался худший. И они начинают думать, они начинают меняться. Понятно. Олег, а вот я уже тоже спрашивал, санкции наше бизнес-образование, конвертация, тут вот такой вопрос наших дипломов, точнее ваших дипломов. Вот насколько это сегодня актуально? Нас признали, нас ценят, на нас смотрят? Ну, опять вот, зависит от разных уровней, потому что, например, допустим, для бакалавриата там все достаточно просто. Если университет признан, например, Московский университет, то и диплом признан, да, так сказать. Потому что, как бы, вот, так говорится, материнская структура, она все определяет. Можно получать международные аккредитации. Кстати, вот, у нас есть международные аккредитации, европейские, там, азиатские и так далее. Они как-то способствуют этим. Но, тем не менее, просто я хочу быть честным. Дело в том, что все-таки у нас очень ограниченное количество школ, которые можно рассматривать, школы мирового уровня. Вот и не надо придумывать самим себе. Ну, то есть программы соответствуют мировому уровню, а вопрос признания – это вот следующий этап. Или как вы считаете, Сергей? Да, вот Сергей об этом расскажет. Нет, Алексей Милович правильно сказал. Я приведу пример. Я скажу. Все ведущие бизнес-школы обязательно имеют проекты двойной диплом. Когда люди могут поучиться, часть программы здесь, часть за рубежом. Само существование программ двойной диплом, когда забубежные вузы признают то, что три года учились здесь, уехали на год, забубежили даже на семестр, и получают два диплома. Это говорит о том, что российское образование в ведущих бизнес-школах ну, во всяком случае, вышло на европейский плюс уровень. Может быть, не верхнюю десятку, но на европейский плюс и американский плюс однозначно. А дальше мы связаны с мировым рынком. Есть прямое влияние и корреляции. Вот, например, у меня так получилось, что в это лето мой институт от санкций выиграл. У меня по бакалавриату семь двойных дипломов. Раньше родители, наверное, планировали детей послать за рубеж. А сейчас такого конкурса у нас не было пять или шесть лет. Да, то есть вот такой плюс. То есть сюда пошли студенты. Сюда пошли деньги тоже. И сюда пошли деньги, естественно. То есть, в общем, по первому высшему образованию мы пока санкции выиграли. Ну да, будем смотреть внимательно, как будет развиваться бизнес-образование в России. Можно что, пожелать и порадоваться, пожелать удачи и порадоваться за вас. Гостями программы были Сергей Мисоедов, президент Российской ассоциации бизнес-образования, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС при президенте Российской Федерации и Олег Виханский, декан высшей школы бизнеса МГУ имени Ломоносова. Желаю вам удачи. До свидания. Спасибо.